Среда, разгар рабочего дня, а в центре села Кочубеевского собрались жители. Повод не пустяковый. В домах многих уже несколько дней нет самого ценного – воды. Улица такая-то, во столько-то до стольки. То есть полностью по времени. Ну, пожалуйста, я работаю и не могу. Я хотя бы буду знать, во сколько я могу набрать воду. Администрация села от проблемы не прячется. С каждым готовы обсудить индивидуально. Сложности с подачей воды здесь практически ежегодно. Только в этот раз они начались на полтора месяца раньше. А значит, люди не были к этому готовы. Сейчас, конечно, большая проблема у нас в селе Кочубеевском. Потому что из обильных паводков, которые у нас проходят в наших горах, слишком большое замутнение в реке Кубань. Потому что воду мы забираем только из этой реки. Насосные станции не справляются, к сожалению, с этим. Семья задорожних – одна из многих в Кочубеевском, в чей дом пришла засуха. Краны можно не крутить, даже воздух не идет. Как это часто бывает, выживать в сложных условиях помогает смекалка. Мы научились и так, что на тарелке одеваем пакеты, ложим еду, покушали, пакет свернули, выкинули. Воды нет, умыть нечем. Вопрос гигиены тоже решили своими силами. Буквально за пару часов из подручных средств соорудили летний душ. Воду заливают из бутылок, поэтому ценят каждую каплю. Вот так вот умоемся. Вот так потихонечку вода течет. Но намочились, намылились, потом опять открыли, пробежало. Вот вроде уже и чистый. Вот уже и намылся. Вот такая вот. Вот это вот счастье теперь для нас. Самое лучшее место в нашем доме. Без воды страдают не только люди, но и домашние животные. Например, утки и гуси из водоплавающей птицы превратились в сухопутную. По крайней мере, так шутят хозяева. Впрочем, и те, и другие надеются, что страдать им осталось недолго. По улицам развозят питьевую воду. Теперь водовоз – самый желанный транспорт в селе. В очередь не выстраиваются, хватит всем. И хотя у местного водоканала всего четыре цистерны, но работают водители до поздней ночи. На график не жалуются – вода нужна всем. А тем, кто в силу здоровья не может выйти с ведром, одиноким пенсионерам и инвалидам, воду доставляют прямо домой, бутилированную. Без живительной влаги не останется ни один человек. Там не хватило, а там не дали. Спасибо. Спасибо. Все, до свидания, бабочка. Естественно, в первую очередь мы обращаем внимание на наши социально важные объекты. Это наши детские сады, это наши школы. Сейчас в школах работают пришкольные лагеря. Поэтому, чтобы не прекращать этот процесс, чтобы наши детки не пострадали, в первую очередь, естественно, питьевой водой обеспечиваем эту категорию. Точную дату, когда вода вернется в краны селян, в администрации назвать не могут. Говорят, нужно несколько дней, чтобы уровень воды в Кубани упал. Тогда очистные сооружения начнут работу в штатном режиме. Илья Захаров, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.